Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 2 мая 24 года, четверг. На этой короткой для меня неделе это последняя передача. Она больше концептуальная сегодня. Важные вещи надо будет произнести, но они напрямую как бы с войнами, идущими сейчас двумя, не связаны, слава богу. Косвенно, да, напрямую нет. Мы поговорим вначале, да, в первом большом сегменте, как я вчера и обещал, о том, как Чайна готовится к переизбранию, как Китай готовится к переизбранию Трампа. Что там для Китая, в чем опасности для Китая и как они это воспринимают. И, конечно, это будет все влиять, скорее всего, это будет сильно влиять на будущую динамику отношений. Даже если, особенно сейчас, оставшиеся полгода до выборов, пока Трамп не переизбран или Байден не переизбран, да, то есть пока непонятно. Пока есть вот этот момент подвисания. Есть определенный момент, который надо проговорить, чтобы понимать, как это дальше может развиваться в течение следующих 6-7 месяцев. Это первый момент. Второй момент, мы должны коснуться натовских больших маневров, которые сейчас долго еще будут идти на всем протяжении вдоль границы с Россией. Там есть определенные моменты, интересные, это очень большие маневры. Вот об этом надо нам поговорить и завершим, наверное, последствиями. И, опять же, эта тема может уйти на следующей неделе легко тоже, когда вызвали такая затишье. Затишье в плане какой-то фактически новой информации принципиальной на двух театрах военных действий, которыми мы в основном сейчас занимаемся, да, российско-украинским и израильско-арабским. Это касается того, как теперь из-за того, что из-за, в принципе, в основном из-за американской внешней политики последних лет, как Северной Кореи становится все легче и легче обходить санкции. Кстати, что тоже, по идее, должно вызывать определенные с американской стороны проактивные действия, но не вызывает. Вот, например, да, вот примерно такой анонс. Ну, вы знаете, как со мной связываться, как со мной вступать в интеракцию. Канал существует, он никуда не делся. Подписывайся на него, там пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Если они есть, подписывайтесь. А все, кто в прямом эфире меня смотрит, слушай 347-46-0877, смс-портал прямого эфира. Бутик-политик сказал, как обрезал. Я начну сейчас как бы этот разговор, он на самом деле большой, и мы к нему будем возвращаться в течение следующих 6 месяцев с Божьей помощью. Я думаю, несколько раз еще, потому что все за раз не сказать, а очень много есть попутных и подспудных вещей, которые существуют и которые влияют на процесс принятия решений и на процесс, в принципе, внешнеполитический вообще. Поэтому начнем вот с чего. Несмотря на то, что президент Байден, в принципе, продолжал все свое время у власти в течение вот этого срока, который он уже находится в президентской позиции, продолжал, в принципе, по отношению к Китаю политика Трампа, есть одна существенная деталь, которая для китайцев выгодно его от Трампа отличает. Он пытался и продолжает пытаться, несмотря на то, что экономически говоря, он собрал антикитайскую фактически коалицию в лице своих западно-американских, западно-европейских партнеров и не только. И ее достаточно сильно связал также и на Дальнем Востоке, и Филиппины, и Япония, и Южная Корея, ближе к американской позиции сегодня по отношению к Китаю, чем они были до Байдена. Он продолжал линию Трампа и усиливал ее во некоторых вопросах, и также тарифы не снижались. То есть много чего из того, что начал Трамп, как бы Байден продолжил. При этом одна существенная деталь для китайцев очень важна, и Си на самом деле очень, если на русский перевести слово пришает, но как бы вот этот момент ему нравится, и этот момент вызывает у него как бы понимание и заставляет он ему спокойствие больше. По крайней мере, Байден пытался и продолжает пытаться наладить с Китаем достаточно внятный, цивилизованный такой спокойный диалог. То, что называется, всегда называлось на языке американской внешней политики, как компартментализация, то есть компартментализация, такая раскладочка всей ситуации по разным ящичкам. Значит, первое, есть ящичек, к которым мы согласны, и мы взаимовыгодно работаем вместе, у нас совпадают интересы, и можно отметить, как бы здесь, да, климат, кстати, очень важный момент, ну, для, по крайней мере, Байдена и для китайцев тоже, да, климат, и торговля, опять же, потому что торговля, это то, где, как бы, либеральная схема работает, и в торговле можно выйти за рамки, реалистской рамки End Zero Sum Game, да, то есть, когда кто-то выигрывает, кто-то должен проиграть, да, это реалистская тема, и через торговлю можно из этого выйти, да, то есть, теоретически, да, можно прийти к схеме, когда выигрывают обе стороны. И это работает в большей или меньшей степени, когда мы говорим, например, о огромных американских корпорациях, которые на китайской территории производят, инвестируют в Китай, потом завозят это в Китай, простите, завозят это в Америку и продают, и налоги уходят в американский бюджет. Примеров миллион, да, то же самое касается, да, открытия китайского рынка для части американских товаров, которые, опять же, нуждаются, это все темы для обсуждения, совместной работы, И также, опять же, несмотря на определенные осложнения и на существующие огромные проблемы, которые касаются, естественно, Тайваня, Южно-Китайского моря, потому что, как мы понимаем прекрасно, несмотря ни на какие прекрасные слова, красивые заверения, несмотря на все это, реализм никто не отменяет, национальную безопасность никто не отменяет, Нет, законы реализма никто не может отменить, поэтому, когда вопрос касается национальной безопасности, то, опять же, намерения не играют роли, играют роль только возможности, и Китай продолжает наращивать свои возможности, И это, конечно же, вызывает определенные, абсолютно оправданные опасения в американском политическом эстеблишменте, причем байпартизан, да, и с одной и с другой стороны, и с республиканской, и с демократической, Поэтому, несмотря на то, что есть эти проблемы, они никуда не делись, но, по крайней мере, при Байдене, вот самое главное, делаются активные попытки контролировать разногласия В частности, это проявилось в январе, когда были выборы на Тайване, и администрация предпочла наша, американская предпочла не сильно Китай, как бы, вокруг этих выборов раздражать Ну, и, опять же, слава богу, не было пока очередного визита, очередного, неочередного визита спикера Павлато-представителя на Тайвань, то, что Нэнси Пилоси сотворила, на самом деле, я считаю, что это просто, ну, преступление против, как бы, цели и задач американской внешней политики, наверное, так можно это сказать, опять же, исходя из реалистского нератива Зачем засовывать в берлогу палку, да, и спящего медведя будить, и пытаться его, как бы, раздражать, это не нужно делать И это повлекло за собой, напомню, ни много ни мало, а почти двухлетний, даже, почти трехлетний отсутствие контактов между высшими военными, американскими и китайскими, да, между министрами обороны Короче говоря, не было контакта, и это опасно, учитывая, что американские и китайские корабли находятся друг от друга очень-очень близко в Южно-Китайском море И периодически возникают моменты, которые бы не хотело, чтобы возникали, потому что они чреваты в заход в зону риска, где человеческие факторы начинают играть роль И, как вы понимаете, они должны это дальше продолжать, учитывая, что Китай большая ядерная держава, вот, уже давно Поэтому тут, как бы, ну, совсем не обязательно доводить до потенциально возможного военного конфликта Например, да, подобные визиты, и все, что после этого визита произошло, я не должен вам рассказывать еще раз Это вызвало определенные проблемы, которые, как бы, вот только-только сейчас, потихонечку, через огромные усилия администрации этой, кстати И добрые воли с китайской стороны тоже, и желание двигаться навстречу определенного, да, потому что все-таки администрация Байдена воспринимается Как наследно, в плане китайской политики, по крайней мере, идеологии политики в отношении Китая воспринимается, как Не то, что наследник обамовской, но двигающийся, в принципе, в идеологии, по крайней мере, в том же ключе, что двигался Обама 8 лет, когда он был у власти Теперь, а эта часть, как бы, главная основа обамовского подхода к Китаю был диалог Что, в принципе, на мой взгляд, очень продуктивная вещь, никоим образом не снимая тех продуктивных моментов, которые были достигнуты при Трампе, да, в отношениях с Китаем Но, к сожалению, в итоге все равно это пришло все к ухудшению сильному отношению, связанному, скорее всего, с обстоятельствами вне возможности контроля страны США и Китая Я сейчас имею в виду пандемию, когда уже она вышла за пределы возможностей ее удержания, да, нужно было сказать, Трамп искал с Кейпгот, да, ну и плюс тарифная все-таки война была жесткая Учитывая, что вот и даже несмотря на ту сделку, которую Китай с Трампом подписал до пандемии на 200 миллиардов, только 40, вот Петерсон институт экономический, да, опубликовал информацию Я с ней познакомился перед эфиром Только 40% оговоренных закупок было сделано из этой суммы, да, то есть Китай не реализовал все прописанные в протоколах этой сделки с Трампом Не выполнил все условия, ну по объективным, опять же, тоже причинам, ну каким-то объективным, каким-то нет В любом случае не была полностью эта сделка реализована, да, не была реализована в полном объеме Теперь с Байденом, как бы, понятна ситуация, есть проблемы, ну и плюс там были определенные моменты морально-психологические, которые китайцы хотели, чтобы были сделаны Например, когда Си встречался с собами, у них там был променад, прогулка вместе, которая по всем китайским, как бы, телеканалам официальным шла И во время встречи в ноябре в Сан-Франциско, да, тоже администрация Байдена выполнила все просьбы В спокойной обстановке, четырехчасовые переговоры, в конце с прогулкой, с этой большой, которая такая же была, типа, ну почти тот же самый сетап Вот, это все показали по телевизору, по китайскому, естественно То есть, с Байденом, как бы, пока все, в принципе, понятно, да, то есть, есть проблемы, но это проблемы, как бы, они контролируемы И есть движение вверх, то есть, нет предела, как бы, кооперации, да, это сторона байденовская, тут ясно Теперь шансы Трампа высоки, как все понимают, как минимум 50 на 50 сегодня Несмотря ни на что, несмотря ни на какие судебные преследования, шансы Трампа высоки И когда, например, Трамп проиграл, и стало ясно, что он проиграл, да, то Синьхуа, это официальное китайское информационное агентство В своем твиттере официальном написало «Good riddance Donald Trump», да, то есть, они были довольны самим фактом того, что китайский антагонист уходит И кто-то приходит ему на смену, более-менее предсказуемый, потому что они понимали, что Байден, как бы, все равно, когда ты 8 лет вице-президенту Обамы, как бы, понятно, куда ты, в конце концов, будешь двигаться Ну, не совсем оказалось так, как они рассчитывали, но, по крайней мере, какие-то вещи были предсказуемыми, они их угадали С Трампом непонятно, значит, во-первых, непонятно, кто с ним придет вместе, да, какую команду он в итоге приведет Наибольшее у них вызывает, например, недовольство, были опубликованы какое-то время назад мемуары Майка Помпео Книга называлась «Never give an inch», да, это «Never give an inch», это, типа, никогда не уступая ни дюйма, да, в переводе И книга эта прошла по всем китайским кругам руководства Они это прочитали, книжку, и там наибольшую злость у Си по реакции, как бы, людей близких к Си самому Было то, что та фраза Помпео, например, что он всегда, он выступает и настаивает на том, чтобы Тайвань получил полное дипломатическое признание со стороны США как государства Это вызвало дикую злость у Си, и, кстати, Китай поставил Помпео на санкционный лист после его заявления о том, что Китай, как бы, там проводит с уйгурами геноцид Когда это звучит из уст гостегретаря США, то это, естественно, вызывает определенную реакцию И, как бы, Помпео сейчас на санкционном листе Помпео сам несколько раз высказывал идеи относительно того, что, вот, я бы хотел Я бы хотел, если будет следующая администрация, в ней тоже работать, да, то есть потенциально, как бы, он думает, что он может встать на пост гостегретаря при Трампе В чем я, конечно, сомневаюсь, вот, лично мое мнение, что это вряд ли произойдет Я бы, конечно, с большим удовольствием видел бы на этой позиции Джареда Но я сомневаюсь, что Джаред Кушнер займет эту позицию по разным причинам В общем, теперь, что делать китайцам, да, значит, они, да, ну и опять же, был такой, был Лайтхайзер, да, торговый представитель Который очень жестко, на самом деле, руслес, да, застаивает американские интересы, очень жестко Он, кстати, был одним из архитекторов той нафты, которая сегодня подписана Она всех устроила, но она, конечно, больше делает, заставляет наших американских партнеров Канады и Мексику делать нам уступки Да, это новая нафта, которая при Трампе, кстати, была подписана, это огромная его заслуга Опять же, там, где нужно сказать правду, нужно ее говорить, да, это невероятный успех администрации Трампа Переподписание нафты, которое сейчас, по-другому вообще называется, ну, короче, Североамериканское торговое соглашение, да Оно вот такое соглашение о свободной торговле, которое облегчает многие вещи и искоренило многие дисбалансы, извините, можно так сказать Короче, некоторые несправедливости, которые были в сторону Америки, Клинтоном подписаны в 90-х, когда он подписывал первую нафту Ну, тогда нужно было завлечь партнеров, теперь, когда партнеры полностью engaged, да, вовлечены То можно спокойно совершенно уже, как бы, справедливое соглашение подписывать, что Трамп и сделал Вот, теперь Лайтхайзер был одним из главных, да, теоретиков нового соглашения И относительно внешней политики торговой по отношению к Китаю тоже, тарифы, это все Лайтхайзерская сторона, она ястребийная сторона Напомню, там были у Трампа и Голуби, но Лайтхайзер и Наварро, как раз торговый секретарь его, да, министр торговли американский Они были, они в ястребином были, там был Мнучинг, естественно, глава, министр финансов, да, при Трампе Который был очень по-голубинам настроен, вариантов нет, потому что он министр финансов, он понимает, какой нестабильности может привести разрезание нашего сиамского, как бы, нашего сиамского сетапа Да, давайте так скажем, мы как сиамские близнецы в плане экономики Вот, это болезненно, может быть, для всего мирового рынка, кстати, тоже, он это понимал прекрасно, и поэтому его задача была, главное, не допустить подобной ситуации Как и сейчас и делаем, кстати, делать то же самое абсолютно, что вариантов нет И все, кто, неважно какой ты партии, какая твоя идеология, когда ты министр финансов, ты должен исходить из реальности, да, реальность такова, что это не годится, идея вот этого разрезания нашей экономики Но она может произойти, потому как идея Трампа, и это знают в Китае, что один из подходов, который Трамп продумывает, это то, что Тайвань в переговорах с Китаем должен быть торговым как берганин-чип, да, как что-то, что может заставить китайцев идти на большие уступки в торговле И это китайцев категорически не устраивает, да, то есть американский подход к Тайваню будет зависеть от того, насколько так думает Трамп, например, да, allegedly, опять же, так китайцы проектируют И они говорят, что похоже, что из того, как, то, что мы слышим, то, что мы видим, то, что мы мониторим, а сейчас почти в каждом министерстве, которое так или иначе связано с экономикой Есть определенные назначенные люди, которые мониторят Трамповский штаб, да, что говорят люди, которые в его штабе, какие выходят на поверхность мысли относительно политики Трампа, когда он станет президентом И если он станет президентом, то это Китай И, как бы, вот эта идея о том, что Тайвань может стать, как бы, точкой, как бы, вокруг которой будут торговаться, она Китай категорически не устраивает, потому что Китай считает, что Тайвань его изначально Ну, в принципе, Америка косвенно это подтверждала всегда при Никсоне, да, когда она говорила, что, начиная с Никсона, что, как бы, Америка придерживается политики одного Китая И на практике это означает, что Тайвань не должен быть анезависимым, Америка не должна никак признавать его суверенитеты, и Китай изначально главной, как бы, сакральной целью, на самом деле, любого китайского руководства является возвращение Тайваня под юрисдикцию Пекина Это понятно, и Китай не готов сделать этот момент точкой переговоров ни с кем Потому что для него Тайвань это его внутреннее дело, несмотря на то, что сегодня он пользуется ограниченной независимостью, как бы, да В глазах Китая это его внутренний вопрос, это вопрос его внутренней политики, а не внешней политики Я надеюсь, что я понятно этот момент объяснял Это первый момент Это категорически не устраивает Китай, очень важно Теперь также Китай нервничает очень сильно, что в случае, если Трамп побеждает, он становится, как бы, таким антиниксоном, да, Никсон in reverse Да, обратным Никсоном, не антиниксоном, обратным Никсоном То есть, Никсон подружился с Китаем для того, чтобы вместе Америка и Китай дружили против Советского Союза В тот момент политическая ситуация была именно такая Но у Трампа есть определенная химия с Путиным Определенные отношения, которые там за то короткое время, что Трамп был в офисе, там у них была одна встреча в Хельсинки И Трамп все время говорил, да, и на этапе избирательной кампании 2016 года, и сейчас на время, в разных моментах, говорит, что я могу с ним, как бы, решать вопросы Да, я могу с ним договариваться И этот момент, движение Трампа в сторону, да, ближе к Путину и ближе к его позиции, мы Решение Американо-Российской конфронтации, да, для общего блага двух стран Он потенциально присутствует, и это вызывает определенные опасения стороны Китая Что Россия может все-таки цивилизационно, цивилизационно говоря, да, мы сегодня, может, понимаем, что цивилизационно Россия, как все-таки страна христианской цивилизации, хоть и восточной, она ближе к Америке, чем Китай В любом случае, цивилизационно Китай отдельная цивилизация, Америка отдельная, Россия отдельная цивилизация, да, если по Хантингтону Но тот же самый Хантингтон говорит, что для того, чтобы, грубо говоря, для того, чтобы победить варваров, говорит Хантингтон, западно-христианская и восточно-христианская цивилизация должны объединиться. Раз так, то Китай, конечно, нервничает. Сегодня между Россией и Китаем из-за конфликта, особенно в результате войны России и Украины, определенное взаимопонимание по множеству вопросов появилось. А вот в случае, если Трамп начнет американо-российской динамике придавать другой вектор, уводить ее от конфронтации и привести к взаимопониманию по многим вопросам, это может оттащить, как бы, Россию от Китая. Этого опасаются в кругах близких СИК, то есть люди, знакомые с тем, как он думает, по крайней мере, то, что он высказывает. Потому что понятно, что знать, что другого человека, особенно такого уровня лидера, как у Си Цзэмпиня в голове, никто не может. Но, по крайней мере, как примерно он себе представляет ситуацию. Они могут. Вот. Поэтому, исходя из его, как бы, ремарок определенных, из того, как он реагирует на разные вопросы, в общем и целом, в этом плане Трамп и эту представляет из себя для Китая угрозу. С другой стороны, избрание Трампа может Китаю помочь вот в каком плане. Так как известно, что президент Трамп, будучи в офисе, со своими европейскими партнерами не очень ладил. Достаточно вспомнить знаменитую фотографию встречи G7, да, еще покойные Синза Абе, Меркель еще на посту, другие лидеры, когда он там про НАТО с ними разговаривал. Опять же, по соглашению про трансатластическому партнерству его позиция. Короче, его позиция относительно европейских партнеров, она жесткая. И она как бы должна быть как бизнес-лайк, да, ребят, мы должны друг другу приносить прибыль. Если мы друг другу не приносим прибыль, я сейчас упрощаю до предела все это. Конечно, все имеет огромное количество нюансов, все значительно сложнее, но по-простому говоря, это так. Если мы друг другу не приносим прибыль, зачем нам такие отношения, грубо говоря, да? И вот это может разрушить то достаточно пока хрустально-песочную архитектуру, которую выстроил Байден за последние 3,5 года антикитайской такой коалиции в экономике. Да? Которые бы заставляли Китай каким-то образом обходиться без американских чипов и так далее, и так далее, без американских технологий. Вот, затрудняли бы его технологический рост, грубо. Вот, а тут как бы, если придет Трамп, он с Европой этот момент расшатает опять, приведет все к той же ситуации, что была, допустим, в 2018 году, там, в 2019 году. И это может помочь Китаю улучшить свои позиции на европейском континенте. Например, вот так. Значит, что Китай будет делать, если Трамп побеждает? Да, вот пока они, как они к этому готовятся? Ну, они говорят, что нужно как можно быстрее наращивать темп, наращивать темп технологического развития. Делать все одно зависищее, чтобы мы не зависели больше от западного экспорта в плане чипов и так далее, и так далее. Ну, и опять же, увеличивать, улучшать свои торговые позиции, производить как можно больше электромобилей, например. Несмотря на то, что Еван приехала, да, и пыталась продавить, чтобы Китай не наводнял своими дешевыми электромобилями, и, допустим, американский рынок, и мир не заполнял своей продукцией, это так трудом ей далось, честно говоря. Не уверен, что успешно. Вот, посмотрим впереди, конечно, пока не понятно, насколько это успешно получилось. В общем, китайцы, как мы понимаем, они будут преследовать свои цели и дальше, и будут стараться подготовиться к такому варианту, что Трамп станет президентом. Ну, а для американцев, как бы сейчас, вот Блинкен же был, я, к сожалению, на той неделе не смог об этом говорить, да, он пытался, опять же, надавить на Китай, чтобы Китай меньше помогал России в войне, потому что Америка воспринимает именно Китай, скоро очень важный, как в доступе, в оказании доступа России, подача доступа к теми технологиям, которые сегодня санкционированы на Западе, и тоже, на самом деле, сомнительно, потому что китайцам, с одной стороны, хочется Байдену сделать хорошо, с другой стороны, если Байден проиграет, то это все бесполезное дело. Непростая ситуация. Поэтому в сложной ситуации себя находит китайское руководство сегодня, но, понятно, да, готовиться надо. И, опять же, Трамп непредсказуем, никто не знает, в итоге, куда его, если он победит, куда его внешнеполитическая активность, как она, на самом деле, будет в этот раз складываться пока, да, какую он примет позицию, жесткую в данном случае, истребинную, скорее всего, или все-таки более центристскую по Китаю. Это интересный момент, мы должны увидеть в ближайшее время, осталось там всего-то полгода. Ну, ждать, как бы, единственный вариант. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть 2, с вами Кирилл Задов. Сегодня 2 мая 24-го года, четверг, легким движением руки, натовские маневры перенесутся на следующую неделю, останемся на Дальнем Востоке. Опять же, это в контексте всего, да, в контексте всего вышесказанного. Есть при Организации Объединенных Наций, при ООН, есть такая панель экспертов, комитет экспертов, из 8 стран эксперты, 5 постоянных членов Совбеза, представлены Южная Корея, Япония, и еще одна страна, не называется, Восточжонова не называет, которая там представлена с экспертизой, в уровне экспертизы, как бы, морской, да, навигации. Она занимается тем, что занималась до позавчера. Позавчера действие этого комитета закончилось, потому что Россия и Китай наложили вето на продление ее мандата, да, что это, как бы, в фокусе нашего внимания сейчас. Наложили вето на резолюцию о продлении мандата, и, соответственно, она больше не существует. Это комитет из 8, из экспертов, представленных из 8 стран, да, занимался этот комитет достаточно давно уже тем, что проверял, насколько Северная Корея исполняет, не пытается обойти санкции, да, если пытается, как сделать так, чтобы это предотвратить. Вот, полномочия у нее были Совбезом ей даны, то есть она, как бы, имела право этим заниматься, и, соответственно, заключения становились ее для Совбеза, заключения голосования, становились для Совбеза, как бы, мандатом действия. Теперь, вот на последнем заседании, на одном из последних заседаний, они наблюдали там видео со спутника, снятое, как, или с дрона снятое, как северокорейские, там, заходили, короче, корабли в китайские воды, брали с танкеров баррели, да, бочки, и грузили их на себя, и увозили. И российский представитель, да, ну, естественно, общее понимание, типа, было в помещении, как в Офтер Джону пишут, что это нефть, как бы, на Северную Корею наложено ограничение санкционным режимом, да, в полмиллиона баррелей бензина, например, да, ну, короче, уже после переработки нефти, да, наложено ограничение относительно того, сколько она может, а это, как бы, в обход, это бесконтрольная тема, и, как бы, общий дух такой на панели, на комитете, на заседании был такой, что вот, вот как, например, это происходит, это демонстрировалось как доказательство факта, и тут вдруг российский представитель, российский эксперт говорит, а кто вам сказал, что это на самом деле нефть, с чего вы там, или бензин, с чего вы взяли, что это в барах вы же не видите, что это такое, да, на самом деле, что там внутри, может быть, это вино, например, и, несмотря на то, что там смех был, как бы, на этом комитете, Тем не менее, вопрос-то достаточно относительно легитимный, с юридической точки зрения. Это надо еще подтвердить, что это нефть. Как это можно подтвердить? В общем, это все как бы показывало, что в последние годы происходило, особенно с 1922 года, что обслуживать санкционный режим становится все тяжелее и тяжелее. И если есть выигравшая сторона на самом деле от поляризации мира сильной сейчас, которая произошла с началом Российско-Украинской войны, да, и введением санкционного режима против России, с 2014 года начало активного введения санкционного режима против России, произошла определенная поляризация. И эта поляризация, как бы, она привела, она в итоге сработала для Кима, потому что он в итоге с более простым, как бы, схемами намного легче обходятся эти санкции, которые есть. И, более того, и Россия, и Китай вместе блокируют, естественно, усиление этих санкций. Если мы не можем говорить даже об их инфорсменте, то есть об их исполнении, да, и контролем за исполнением, то тем более об введении новых. А для американской внешней политики санкции в отношении Северной Кореи, это как бы тот самый инструмент, который позволял, они думали, сдерживать Северную Корею и заставлять хоть как-то Кима идти на какие-то переговоры. А теперь в результате поляризации этот инструмент ушел. То, что я всегда говорил, что вы не можете, как бы, вступать в конфликт, как бы, с Россией и Китаем по разным вопросам, накладывать санкции, да, приходить к торговым воинам, например, и при этом ожидать, что обе эти страны, которые являются постоянными членами Совмеза, будут кооперироваться с вами в других моментах. Раз картинка, короче, не складывается, распадается пазл тогда, и у вас не остается никаких инструментов других. Есть вариант, да, есть какая альтернатива, как пишут тут в Америке. Есть альтернатива, мол, типа, давайте мы будем на Генеральной Ассамблее этот вопрос решать, но для этого надо две трети голосов, и любое решение Генеральной Ассамблеи не является обязательным для членов Организации Одненных Наций, оно рекомендовано носит силу только лишь. И это, опять же, не подходит в случае с Северной Кореей, а Северная Корея четко вписывается в эту парадигму Восток и Запад, да, такую. Восток по-своему вместе с Россией, Запад по-своему вместе с Америкой. И Северная Корея в этой воде легко ловит, как бы, рыбу совершенно спокойно. Остается настоящих парадигмов, на самом деле, то есть решение этой проблемы, да, оно простое. Перейти к нормальному диалогу, да, отказаться, как бы, от модели вот такого давления, да, на котором мы настаивали последние десятилетия взаимоотношений, и прийти, как бы, к нормальному диалогу, но не с этой администрацией. Предыдущая, кстати, администрация тоже, на самом деле, несмотря на большой прогресс, в итоге не смогла прийти к какому-то компромиссу, потому что компромисс был не в духе предыдущей администрации тоже. Так что вот они наши, как бы, ограничения, да, и, понятно, санкции не работают, ребята. И все меньше и меньше они будут работать дальше. Друзья, большое спасибо, что были со мной, с вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник.